Скоро конец года, а это значит, что многие из вас будут сдавать экзамены, или ОГЭ, или ЕГЭ. Как раз на эту тему я сегодня и хочу поговорить. Всем привет, меня зовут Катя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать, как я готовилась и как я сдавала такой экзамен, как ОГЭ. Ролик я разделила на три части. Сначала я вам расскажу, какие экзамены я сдавала, после, как я к ним готовилась, ну и уже в самом конце расскажу, как проходил сам экзамен. Итак, какие экзамены я сдавала. Из-за ковидных ограничений я сдавала всего два экзамена, это русский и математика, а также контрольная работа по выбору, и у меня это была химия. Каждый из экзаменов я написала на четыре, и на самом деле очень настроилась, потому что все пробники решала на пять, и планировала все сдать на пять. Как же я готовилась к экзаменам? Не могу сказать, что я готовилась прям постоянно, с репетиторами, очень много уделяя этому времени, нет. Серьезно, я готовилась только к экзаменам по русскому языку, я ходила к репетитору, я постоянно решала кимы, готовилась чуть ли не каждый день. И все равно мне не хватило одного балла. Я, наверное, не раз это сегодня вспомню. Что касается математики, здесь я, наверное, расслабилась и плыла по течению, потому что я ее понимала, мне не хотелось ей заниматься много, потому что я и так все решала хорошо. А надо было бы заниматься больше, тогда бы было пять. Ну, балла на самом деле мало что значит, просто хотела хороший тестат, но нет, сама себе его испортила. И последний экзамен — это химия. Химия хоть и проходила в моей школе, но проходила в формате ОГЭ. И готовились мы к нему тоже, как к экзамену ОГЭ. За химию я, наверное, не волновалась практически, потому что я учусь в школе с углубленным изучением химии и биологии. Мой классный руководитель — это учительница по химии, которая хорошенько нас натаскала на ОГЭ и сейчас очень хорошо готовит к ЕГЭ. Поэтому за химию я не волновалась. И химия оказалась не таким уж и простым экзаменом, как я ожидала. Подводя итог блока подготовки, я могу вам сказать и посоветовать, что готовиться все-таки нужно. Я начала в девятом классе, но, опять же, как и сказала, не уделяла этому должное внимание. Советую вам составить расписание, когда и что вы будете учить. Не обязательно ежедневно выделять там три часа на подготовку, достаточно пару раз в неделю реально этим заниматься. Или же воспользоваться теорией получаса. Что я могу сказать про эту теорию? Суть ее в том, что вы ежедневно уделяете полчаса на какое-либо занятие, постепенно его усложняя. Поверьте, это очень круто теория, которая помогает. И если вы хотите знать больше прикольных фишечек, то вы можете подписаться на мой телеграм-канал, название которого вы видите на своем экране, или же ссылка внизу в описании. Но теперь самое интересное. Как же все-таки проходили экзамены? Естественно, русский математику я сдавала в другой школе. Нас разделили на группы, посадили в разные аудитории, и начался экзамен. Экзамен по-русскому прошел достаточно спокойно. Я пришла, села на первую парту первого ряда, то есть за мной было закопано это место. Мне дали ким, и я начала спокойно его решать. Были ли ответы? Да, были. Но, к сожалению, не на мой регион. Точнее как, ответы на мой регион были, но они всплыли только после экзамена. Так что не было смысла даже пытаться. И, кстати, интересный факт, за весь экзамен по русскому языку я ни разу не вышла из аудитории. То есть я как села, так и просидела где-то, наверное, полтора часа. Я сплавилась за это время. Единственная забавная ситуация, которая была на экзамене по русскому, это то, что перед началом я очень волновалась, села на свое место, повернулась вот так вот к девочке, которая сидела на втором ряду первой парты. Я просто смотрю на нее, она смотрит на меня, и она губами говорит. И я такая, да. Ну а в целом сам экзамен прошел хорошо. У нас были достаточно приятные смотрящие, то есть учителя, которые за нами следили. Был очень забавный физик, который перед началом экзаменов с нами шутил. Ну, в общем, все прошло достаточно спокойно и без проблем. Что я могу рассказать про математику? Когда мы пришли опять же в ту же школу, в которой мы сдавали русский, нас опять разделили на группы, посадили в разные аудитории. На этот раз я уже сидела не на первой парте, а на третьей. Я прям запомнила. И могу сказать, что на экзамене по математике мне стало плохо, мне было очень жарко, душно, и я уже под конец экзамена не соображала. И вот на экзамене по математике я, кстати, сидела чуть ли не до самых последних минут. Я вышла, по-моему, последняя. Были ли ответы на этот экзамен? Да, были. Но я ими не пользовалась. И все потому, что я их потеряла. Не спрашивайте, как это произошло. Я точно помню, что у меня были какие-то шпоры, какие-то ответы. Я их спрятала в кроссовке. И потом, когда вышла и хотела что-то посмотреть, я просто их не нашла у себя в носке. Не спрашивайте, как это получилось. Я не знаю. Для меня это до сих пор загадка. Очень многие, когда я рассказывала про УГ в своих каких-то компаниях, спрашивали меня, а заходит ли с тобой в туалет кто-то и просит ли тебя там шпоры какие-нибудь показать или что-то еще, а-ля другие ученики. Не знаю. Со мной такого не было. Может быть, с кем-то, кто сдавал УГ, такое было. У меня такого не было. Во-первых, я вышла из аудитории один раз и под конец экзамена. И на самом деле я не хотела смотреть ответы, я хотела выйти и просто подышать, потому что мне реально было плохо. А зажжя в туалет, я решила, почему бы мне не проверить свой тест и не посмотреть ответы. И знаете что? Я их потеряла. Ну да, об этом я уже сказала. И последний экзамен — это химия. Химию я сдавала в своей школе, в своих родных кабинетах, со своими родными учителями, и никаких вопросов не было. Опять же, были ответы. Это хоть и была контрольная работа, но ответы на нее все равно слили. Правда, они оказались неверными. Как я это поняла? У меня они были, я их посмотрела до экзамена. И, кстати, за весь экзамен я ни разу не вышла. Тоже. И я просто запомнила некоторые ответы, потому что у меня очень хорошая визуальная память. Я помню четко картинку. И я помню некоторые ответы. Потом смотрю свой тест, я понимаю, что они не сходятся. Опять вспоминаю, думаю, ну, может быть, я что-то напутала. Потом понимаю, что я не могу напутать, так как я хорошо запомнила эту картинку. Смотрю опять. В тесте просто не может быть таких вариантов, которые есть в ключах. В итоге я не стала вспоминать, что там было. Начала решать сама, опираться только на свои знания. И это было правильно, потому что многие потеряли на этом баллы. Просто потому что доверились ответам, а не своим знаниям. Доверенно это все, что я могу рассказать. Я могу сказать, что ОГЭ это не сложный экзамен. Его реально могут сдать все. Это не что-то, вау, страшное и пугающее. Нет. Все сдают его хорошо. Обычно мало кто его пересдает. Только если ты там попадаешь на каких-то шпорах. Ну что ж, это все, что я могу вам рассказать. Надеюсь, этот ролик был кому-то полезен. Надеюсь, вы перестали волноваться. И у меня была еще одна мысль, которую я хочу вам сказать. Сейчас май. Очень скоро начнутся экзамены. Пожалуйста, не расслабляйтесь в мае. Вы расслабитесь тогда, когда все сдадите. Поэтому сейчас напрягитесь и получше подготовьтесь, чтобы потом не расстраиваться из-за потерянных баллов. Хотя на самом деле оценки это не показатель знаний и убиваться за них не нужно. На этом точно все. Я надеюсь, этот ролик вам понравился. Если это так, то оставайтесь со мной. Продолжение следует...